Лето наступило и желание остановить его в кадре известно каждому из нас. Евгений Уваров, главный редактор журнала Digital Photo, издательского дома MediaSign, подскажет, как делать это правильно. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы начинаем наш первый фотоурок вот с этого замечательного места набережной реки Яузы. Сейчас я попытаюсь рассказать вам, как вам улучшить свои самые-самые типичные снимки, которые идут в семейные фотоальбомы. Это снимок по принципу «я» и «какая-то достопримечательность». Давайте поиграем. Представим себе, что вы идете по этой вот замечательной набережной и видите вот этот замечательный мостик. И что делает фотограф в этом случае? Чтобы смоделировать композицию, Евгений попросил меня быть фотомоделью, и я согласился попробовать себя в этой роли. Типичная ошибка фотолюбителей состоит в том, что мы обычно просим нашу модель в случае такого рода съемок отойти как можно дальше и встать на фоне того объекта, который нас заинтересовал. То есть в данном случае Алексей стоит на мосту. Представим себе, что мы делаем такой кадр. И вот что мы получаем. Да, ироничная стрелка здесь вполне уместна. Мостик виден великолепно, а вот силуэт вряд ли возможно разглядеть даже с помощью лупы. Какой же выход? А выходит очень прост. Надо немножечко подумать. Итак, как видите, мы попросили Алексея, который выполняет у нас сегодня функцию модели, подойти поближе к камере. При этом с вами мы остаемся на той же самой точке, с которой снимали первоначальный вид и пейзаж. Однако заметьте, что кадр в этом варианте выглядит гораздо более живо и объемно. Потому что, во-первых, у него появился передний план, коим является человек, которого вы снимаете. Во-вторых, вы видите лицо человека, которого вы снимаете. Видите выражение лица, эмоции. Вы можете рассмотреть детали одежды. Согласитесь, такая фотография гораздо более интересна, нежели та, которую мы сняли с вами минуту назад. И всегда очень важно помнить, что залогом успешной съемки является ваше отличное настроение и истинное удовольствие от творческого процесса. И какими бы строгими ни были каноны, они только освобождают фантазию для вариаций и лучших результатов. Главное правило профессионального фотографа – его кормят ноги. Оно же и справедливо для фотолюбителя. Попробуйте переместиться сами к тому месту, где он стоит. Мы поднялись на мост. И что же мы видим? Мы видим, что верхняя точка съемки, как это называется на языке фотографии, совершенно изменила наше видение этой реки. Посмотрите, какая перспектива открывается у меня за спиной и в противоположную сторону, где стоит Алексей. Согласитесь, что, наверное, кадр, сделанный с этой точки, будет не менее интересен, чем тот, который был сделан до того. У меня тоже для вас есть маленький секрет. Садник без головы. Говорящая голова профессора Доуэля. Если вы не преследуете особых творческих целей, то такое кадрирование будет более верным. И самое главное, уважаемые телезрители, приступая к созданию очередного шедевра для вашего фотоальбома, не забывайте два главных правила фотографа. Не ленитесь лишний раз подумать перед тем, как нажать на спуск, и не ленитесь делать несколько лишних шагов, чтобы найти новую, более интересную точку съемки. С вами были Евгений Уваров и Алекс Дар. Всем доброго утра и отличного настроения. Пока.